Есть люди, которые живут в Москве и не знают, что в Москве когда-то была Сухарева башня. Я сейчас все гайки растеряю. Мы в музее «Садовое кольцо», большая часть экспозиции которого посвящена истории легендарнейшей Сухаревой башни. А сегодня мы увидим отрывки из еще не вышедшего фильма «Тайна Сухаревой башни». Это анимационный фильм, которого мы все ждем. И сегодня мы пришли сюда вместе с историками и вместе с курсантами военно-морского училища, чтобы поговорить об этом фильме и об истории Сухаревой башни, конечно же, тоже. Пойдемте. Можно ли так с историей обращаться? Может быть, нужно снимать прям исторические фильмы, где все точно, каждый кадр подтвержден документами? Наверное, меня историки побьют, да, но я тут же вспоминаю замечательную книгу «Три мушкетера». Там как бы историческая правда, я бы не сказал, что на 100%, а даже на 90%. Кстати, многие думают, что это, наверное, исторический роман. В том-то и дело. И многие думают, что кардинал Ришелье – подонок, да? Наш, скажем, Петр Первый, он гораздо проще, чем на самом деле, чем был. Но зато он у нас колоритен, зато он у нас такой свежий, классный царь такой, которого любят на Руси. Гони давай! Я помню себя ребенком, и когда я там зачитывался книгами Дюма, и тоже думал, а у него же правда так все и было. Был какой-то там Ришелье, был там Людовик, там Д'Артаньян. Я шел в библиотеку, искал материал какой-то, изучал уже исторические факты. И как бы интерес к истории, он пришел оттуда, из книг Дюма. Вот хочу, чтобы с нашим фильмом произошло то же самое. Что вам угодно? Брюс – это человек не просто вот как сподвижник Петра, да, военный, государственный деятель, там, ученый, дипломат. Но так уж получилось, что вокруг его имени стало ходить очень много разных легенд. И черная книга, и легенды о драконе, о живой и мертвой воде, легенды о Брюсе, вот эти вот ужастики, которые о нем стали рассказывать через сто лет после его смерти, они, собственно говоря, привлекают человека к этому. У него появляется желание этот период истории изучать. Стараемся какие-то вещи так переплетать, стараемся, чтобы какие-то детали, которые придуманные, они всегда были на фоне исторических событий или исторических декораций. С этой башни, высокой башни, с этой площадки можно было делать топографические карты. Я вижу вполне достоверно изображенную Москву 17 века. Я, как специалист по этому вопросу, специалист по этой территории, могу сказать, что я узнаю территорию Москвы вокруг Сухаревой башни 17 века. А Сухаревой башни, извините, это огромный пласт истории. Это не только некое место, которое связано с мифическими там полетами Брюса вокруг башни, с механической куклой, да, которой говорили, которым подавала чай Брюсу, да. Извините, это первая навигацкая школа, это первые башенные часы, это первая... и так далее, и так далее, и так далее. Да где ж я их возьму? В волшебных мирах. В волшебных мирах? Политические деятели того времени, которые его разрушили, они знали, что они делают. И делают это очень профессионально и последовательно, и грамотно. Они разрушили историческую память у целого поколения и ни одного поколения наших заграждан. Сталин же не взорвал ее, а он приказал ее разобрать чуть ли не по кирпичику, аккуратно вывести. Почему? Он искал черную книгу Брюса, естественно, конечно. А в черной книге Брюса что есть? Да, там есть рецепт эликсира молодости и вечной жизни. Как и все такие вот тоталитарные правители, конечно, Сталин хотел жить вечно. Бороться за восстановление Сухаревой башни начали еще в первую волну перестройки в 80-е годы. Процесс-то он уже шел, просто он сейчас почему-то затормозился, но мы считаем, что торможение это какая-то досадная ошибка, недоразумение. Их свидетельство сигнал посылают. Это будет вот такой огромный кирпич, очень серьезный, строительство новой России. Сергей Семенович, это ваш проект. Вы оставите в Москве память на многие поколения. Это будет ваш звездный час. Наша задача будет выполнена окончательно после того, как мы сможем подойти к Сухаревой башне, провести экскурсию детей своих, сказать, вот она, вот Сухаревая башня, которую мы помогли восстановить нашей картиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова